В Петрозаводске открылся парк культуры и чтения. Он занял историческое здание бывшего универмага Детский мир в центре города на улице Держинского. Магазин относится к петербургской книжной сети буквоед. Формат парка культуры и чтения отличается от остальных магазинов не только увеличенной площадью и расширенным ассортиментом. Он станет инновационной площадкой по продвижению книги и пропаганде чтения. В открытии Дома книги принял участие Артур Парфенчиков. После небольшой экскурсии он поделился своими впечатлениями. В Рио главы Карелии сказал, что открытие книжного центра будет способствовать популяризации чтения прежде всего у молодежи. Новый импульс в нашей жизни абсолютно позитивный. Также Артур Парфенчиков поделился своими литературными предпочтениями сегодняшнего дня. Наверное, читаю сейчас публицистику, больше читаю историческую книгу, но из художественной сейчас перечитываю Достоевского. Сложно мне говорят, а почему? Я говорю, я не знаю. Вот почему-то меня потянуло читать Достоевское. Да, и «Голымянное пламя». Сейчас я начал читать тоже. Вот миксы тебе нравятся. Вот я первые страницы прочитал и такое ощущение, что вернулся в свое детство. На открытие приехали популярные писатели и общественный деятель Олег Рой и автор мирового бестселлера «Одиночество в сети» Януш Вишневский. Генеральный директор книжной сети буквоед Денис Котов отметил, что для Карелии открытие подобного культурного пространства позволит получить уникальную возможность приглашать в регион самых читаемых писателей и известных творческих деятелей, а также продвигать карельских писателей на российский книжный рынок. Одна из первых посетителей из парка культуры и чтения Екатерина Матузова рассказала, что ей не жалко денег на хорошие книги. Все сейчас в мобильных гаджетах, к сожалению, находятся и очень трудно найти единомышленника в плане чтения. И читаю в основном зарубежную прозу. Вот мне очень нравится Вишневский Януш, очень нравится Анна Гавальда. Олега Роя, к сожалению, еще не читала, но тоже приступлю скоро. Открытие парка – это одно из мероприятий, реализованных в рамках соглашения между Российским Книжным Союзом и правительством Карелии, предусматривающего развитие инфраструктуры чтения в республике. В мае в книжном доме уже запланирована встреча с министром культуры России Владимиром Мединским. Сейчас также обсуждается возможность объединить помещения магазина и литературного клуба «Бегемот».